Продолжение следует... Ну куда я обычно прихожу, на рынок вернулся. И вот у нас сегодня такая холодная погода, очень ветрено. Надеемся, дождь не пойдет, мы еще гуляем. Вот. А расскажите, что вам сегодня осенью печенью? Скажите, сколько хотите. Мы молодая семья из Украины, из города Донецка. Последние 4 года жили в Санкт-Петербурге. Приехали сюда, потому что я поступил учиться в университет. Я учусь сейчас на первом курсе. Это мой первый семестр. Я учусь в соседнем штате, в штате Айдаха, в городе Рексбург. Были мы у друзей здесь на выходных. И решили спросить Марии, если она хочет прогуляться. Мы давно смотрим ее канал. Да, мы знаем, что надо гулять. И это вот такая возможность встретиться с человеком по ту сторону экрана. Да, мне свечется с моими подписчиками, с которыми я гуляю постоянно. В общем, весело. Вот, молодцы, что написали мне. Да, очень приятно. Наконец-то. Вот так вот. Ну, давайте, может, я вас пару вопросов. Давайте, да. Прошу? Да, мы готовы. Итак, наверное, какие у вас первые впечатления, так как вы приехали недавно? Месяц. Ага, а какие были первые такие яркие впечатления о Америке? Говори, ты. Получишь, да? Ты давай. Так, первое, что удивило, самое первое, что удивило, это то, что везде ковры простельные. Везде. В аэропорту все едят на полу. Дети на полу. Все хормят на полу. У меня это сразу впечатлило. Вот. Да. Удобно, мягко. Да. Что это отличается от того, как у нас? Очень, очень большая разница, мне кажется, в культуре людей. Тут все такие приветливые, все улыбаются, все здороваются. Причем все здороваются не просто здравствуйте, а они спрашивают, как дела. Такое приветствие. Угу. Вот. Интересно, что твоя личная жизнь получается, да? Да, да, да. Молодая, удивительно. То есть, как бы, если идете по улице и был зрительный контакт с человеком, надо поздороваться. Потому что это уже будет некультурно, если ты отвернешься. Да. Это меня до сих пор удивляет иногда. И, кстати, точно так же я могу определить, где иммигранты, где нет. То есть, иммигрант, посмотрите, у меня глаза, не поздоровался. Просто в нашем как раз комплексе квартирном, где мы живем, очень много тоже иммигрантов, которые... Ага. И не все здороваются с нами. Они здороваются. А, они. Так, что дальше? Что дальше? Дороги, заправки здесь совсем другие. Ой, заправки, да. Здесь где-то все по-другому. Дополнительная полоса нас радует. Я когда... У меня друг, как бы он заранее купил нам машину, мы приехали, у нас сразу была машина. И вот первую неделю мы приехали, я с ним встретился, забрал машину. Он говорит, только не забудь заправиться заехать. Я говорю, хорошо. Я заезжаю на заправку, и я понял, что я не знаю, как пользоваться заправкой. Тут же надо сначала капочку вставить, потом вытащить, потом заправиться. Ну, короче, я пошел к Бушику на соседнюю колонку, попросил, чтобы он мне помог. Ну, я тут прожила несколько лет. Приехала на заправку, она была такая, ну, старая. Тоже не смогла разобраться, открыла и уехала. Нашла другую заправку, в которой я смогла разобраться. Так что... А, не другое. Да. Ну да, вот заправки меня удивили. И при том, что здесь всего два шланга, да? Два пистолета. На дизельное топливо и на все остальное топливо один пистолет. Дизельное всегда зеленое, так что... Если только у вас не дизельный двигатель, зеленое не трогайте, иначе пропала машина. Ну да, просто в России, она же на каждой бензине на отдельных пистолетах. А здесь, как бы, один, ты просто выбираешь, каким бензин он заправляешься. Удивили также дороги. Здесь есть волшебная средняя полоса. Она обозначена желтой. Да. Эти средние полосы поворачивают машину только налево. И получается, что перед вами, если кому-то надо заехать в торговый центр или во двор, никогда не будет пробки. Он всегда съедет на среднюю полосу. Да, я, честно говоря, даже не знаю, вот так вот, даже мелкие какие-то дороги наши. Но есть дороги вот в таких более старых городах, где нет этой средней полосы. А в принципе, везде она есть. Я даже сейчас вспомнить не могу, где ее нет. Даже в нашем маленьком городе, таково называют, здесь все деревни. Севдическая деревня. У нас практически везде, на каждой улице есть такая средняя полоса. Практически везде. Как вам еда? О, едим мы пока что привыкаем. Мы пытаемся приготовить что-то наше домашнее, такое русское, украинское, из местных продуктов. Но бывают единицы в виде соленого сыра. Да. Странный каприфан. Странный каприфан. Странный каприфан. То надо пока разберешься, время уходят, да. И все понятно, если там просто под газой живет. И выбора очень много. Еды много, да. Для любителей, мне кажется, экзотипской кухни здесь понравится. Вот Оле, допустим, мы пришли в магазин, пришли в Walmart. Послушайте, все же в Walmart. Мы пошли в Walmart. Оля хотела посмотреть каши, а там только рис. И как бы особо большого выбора нет. То есть гречки не найдешь. Вот в русском магазине. Да. Селедки тоже не найдешь. А, да, мы хотели... Нет. Хотели приготовить селедку под шубой для друзей. Они попросили, чтобы мы приготовили что-нибудь русское. Ага. Мы поехали в магазин. Мы весь магазин обошли. Мы нашли такую маленькую консервочку. Как бы селедки. Она как снэк у них считается. Да, это не так. 4 доллара в такой маленькой баночке. Я сказал, не, мы не будем готовить, потому что нам это много. Не, ну это на самом деле 4 доллара. А как у консервы, это много. И она будет не такая, это будет не то. Ну да, наверное, это будет не то. Они здесь в принципе селедку не едят и не знают. Только вот если в таком виде, причем, опять же, практически никто ее не ест. Вот. Поэтому да, это в русский магазин. Только. Ну да, с кассами я сказал, как научились их найти. С чего привыкли. Не хочу, конечно, никого обидеть, но вот мы когда ходили еще, когда было тепло гулять на площадке детские, американские дети, они такие слезачуханные, они им даже суммы не вытирали. Вот такая культура, они, вот мы смотрим на ребенка, он там подходит к ванне, наша какая-нибудь девочка, а у нее все лицо прям такое, прям страшно. Убежать хочется. Ну такая культура тоже, они детей как-то... Как-то свободно их, вы видите. Да, да, да. Растите. Они себя чувствуют как дома, везде, даже на общественной площадке. Люди приходят сюда, как к себе домой. Это не так, как у нас. Когда ты пришел, ты чувствуешь, как ты общественное место. Что, у нас такое? Нет, это какая-то местная ягра. Я думала, может быть, надеялась. Может быть, это черноплодная рябина. Но это не черноплодная рябина. Это что-то другое. Извиняюсь, какое-то отступление. Вот это единственная ягода, которую я еще здесь не нашла. Это черноплодная рябина. Хотя она родом с Америки. А, да? Ее очень много на восточном побережье, а на западном ее нет. Ну да, она очень полезная. Очень полезная. Ее начинают узнавать в виде этих добавок. Она достаточно дорогая, чтобы купить в интернете как добавка. В общем, это... Ну да. Ну да. Черную смородину я нашла. Вот, да, тоже... Вот я не знаю по поводу вишни. Вот не черешня, а вишня. Ага. Она другая немножко, какая-либо. Более сладкая, крупная. По-моему, вишня, когда... Это просто вишня, не кард-челес, по-моему, называют. Типа кислая вишня. Да, да, да. Когда это будет больше вишни. Ну да. У меня тоже одноклассники некоторые называют... Есть такие яблочки, мы их называем райские яблочки. Ага. Маленькие. Ага. Маленькие. Ранетки. Ну да. Они их называют испорченные яблочки. Да, что ты... Я забыла, как они называются. Ну, они, по-моему, кислые, какие-то вообще безвкусные. Ну да. Я пробовала. У нас на кампусе есть много, они как декорации просто растут там. Да, у них даже какого-то яблочного кусты нет. Ну да. Что еще нас удивляет здесь в Америке, это, конечно, вот. Латшафт. Латшафт, да. Латшафт. Вот эти горы, это... Мы здесь только раз от видели, но каждый раз удивляйся. Это первый раз. Это невероятно. Да. Продвичественно очень. А еще меня очень сильно удивляет, потому что каждый раз, когда я расплачиваюсь, сдаю кредитку. Какие-нибудь, допустим, если это... Вот я плачу за страховку за машину, прихожу в агентство. Или если это фастфуд, мы проезжаем, как быть, по Макдрайва, то мне даже пин-код не надо водить. Я просто даю карточку, они там что-то снимают деньги. Я даже не знаю, что там происходит. Немного напрягает эта ситуация. Потому что в России ты всегда водишь пин-код, тебе приходит смс-ка с подтверждением, какая сумма была снята. А здесь как бы ни смс-ки, ни пин-кода. Ну да, это обычно... Если ты используешь кредитную карточку, да, ну так и будет. Если ты используешь дебетную карту, ее можно использовать как кредитную, либо как дебетную. Если как дебетную, тогда нужно вводить код. Если как кредитную, тогда не надо вводить код. Но что хорошо с кредитными картами, ты потом можешь зайти в свой банк онлайн, посмотреть все транзакшены. Если какая-то транзакшен ты не узнаешь, ты можешь тоже так же позвонить в свой банк, они даже могут как бы это ну investigation начать и узнать откуда чего и вернуть то есть как бы я вспомнил что вечерность очень сильно удивило мы заказали на амазоне лекти для фотоаппарата мы ждали его ждали его привезли обычной почты не перес и бросили по дверь и позвонили и постучали дорогая они пришли книги не расписываться ничего не надо просто вот вам стоит посылочка мы приедем сегодня посмотрим забрали здесь почта по-другому работает некоторые есть под расписку некоторые есть я слышал что не ворует потому что и даже это не за не обязательно в каком-то там плохом районе наоборот приезжать дорогие районы где люди доверяют и особо не переживают у нас у друзей окна все открываются на слайд и у них как-то в окне лежит палочка и говорят недавно было недавно у них хороший район буквально недавно и оба края соседей у нас здесь тоже так как салтек сити растет проблема с кражами стало серьезнее чем было несколько лет назад и наверное будет хуже хуже потому что народу больше больше вот у нас вчера в салтек сити парк для бездомных людей в нашем городе нет бездомных людей это статический город в принципе у нас такого нет мы первых бездомных увидели в америке вчера а вьюти вообще сейчас салтек сити очень-очень тут прям проблема и они не только теперь в центре города их они как бы смещаются больше в таких кварталах более жилые тут у нас проходит pumpkin patch для детей осенний праздник витрина даже шли уже домой вечером мимо стекли проходили бездомные к нам пристали женщины там говорили мы просто ускорить как-то да непривычно потому что у нас у нас город маленький 20 тысяч населения то есть еще все студенты пропускаем проходите спасибо да получается чем больше город тем больше от проблема с этим сам франциско такая же история там вообще даже вот у родственников у нас пока не тоже а так в общем и в целом америка не перестает нас удивлять да мы можем еще удивляться многому но нам очень большая разница культурный шок контраст природы она есть и она доступна нет гаишников кстати да у нас знакомый он тоже из россии там очень много студентов у нас из россии с акварины у нас там может быть общество есть русскоязычное в университете он купил машину но права еще не сдал и он поехал на на машине в еллвстон не поезжал не в еллвстон а не в еллвстон да не в титр неважно он поехал далеко это было далеко поехал и приехал и приехал и приехал и как бы без проблем не было такого если ты не нарушаешь тебя тебя не остановят я кстати говоря недавно первый раз за пять лет остановил полицейский и почему он остановил потому что я ехала с включенными фарами днем с этими сабимами с дальним светом днем и он я еду по такой маленькой дороге возом не быстро ехала все нормально и он так раз разворачивается и включать сигнал кем-то что я сделал не так останавливаюсь я знаю что такое дело если тебя останавливать пистолетки нужно что-то руки на руле были вот уже потом он под это но по идее нужно достать документы но если не успеваешь лучше руки так чтобы он не думал что ты пистолетом подчинался вот и он такой я открываю окно он такой у вас фары включены я говорю да я говорю у меня на автомате стоит он такой такой эту штуку там такой рычажок и на себя так его пододвинул мне это отключились ладно спасибо счастливым пути он даже ничего вообще не спросил у меня просто помог мне вот и все первый раз я думаю может быть кранку пройти пока он еще там есть просто посмотрим что там еще есть осенью он выйдет до конца октября здесь в прошлом году прошлом году около года назад россии федерации поменяли много закон что гаишникам не нужна причина чтобы остановить то есть раньше если они могли если они не группой стоят если это допустим операция за перехват они могли остановить кого хотели там больше две машины и мы ехали из айдахо у нас было получается там 70 80 ограничения местами и 70 местами 8 миль в час мы мы стараемся не превышать а не сниматься на 5 миль превышаем вот ехали сюда здесь 70 здесь очень много превышает скорость но правда за это тоже строгают хорошо здесь но люди говорят воюте очень плохо плохо водит машина мне кажется здесь легко но мне наверное по сравнению с европы и с россией вообще а другие из других штатов люди приезжают году я здесь такие ужасные водители я тоже слышал люди говорят не знаю что надо включать поворотник на перестраивать это да поворотники вообще не на все да вот я вот очень боялся превышать такое а потом мне сказали что 50 до 10 миль если превышаешь туда трогать особо не буду но могут могут особенно если идет констракция где-то какие-то работы на дороге вот в этих местах нельзя превышать вообще и если школьные огни горят школа вот там точно 25 максимум по моему очень 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 серьезно и дыни тоже сейчас наверно еще подают я создал ой вкусно ну вот так вот давайте наверное закругляться сделаем видео с вами а потом вам нужен русский этот магазин успеть не опоздать вот так вот перед привет кому-нибудь передавать будете всем передаем привет спасибо за приятную прогулку вам спасибо